здравствуйте друзья на связи и сегодня я покажу как заменить фитиль ватный на кайфу на подобном атомайзере rocket в принципе также меняется ватный фитиль на любом другом атомайзере подобным берем вату делаем из нее небольшую такую как бы сказать колбаску надо сказать что руки перед этим нужно помыть с мылом хорошенько промыть чтобы не было никакого пота сворачиваем такую вот трубочку вот такую турунду желательно с острым носиком чтобы можно было просунуть это дело через спираль спираль у нас вот она у нас прожженная значит вам покажу сейчас спираль прожигается спираль прожигается чтобы не было никаких следов вот у меня на прожженная и теперь аккуратно вставляем вату в саму спираль закручу и на всех случаях под охранитель то есть вот самая основная задача ставить кончик вата спираль вот почти получилось просовываем вату вот аккуратно расправляем чтобы она шла ровненько без фанатизма без усилий особых но в то же время плотно должна войти вот самое интересное что вот примерно вот так вот примерно вот так у нас вата вошла вот это у нас отслоилось давайте мы еще чуть просунем вот прошла вата кстати говоря вот намоточка немножко скажем так разошлись колечки его собираем чтобы было ровненько вот ровная намоточка в принципе даже не важно то есть примерно по середине примерно по середине далее берем усы вверх и закрываем вот этим вот колпачком закручиваем его вот тоже не сильно у нас получилась вот такая вот штука вот такая вот штука получилась далее далее значит мы расправляем усы вот видите канавки вот одна вот вторая то есть вот напротив этих канавок вот эти вот усы в углубление определяем вот определяем углубление чтобы у нас получилось примерно ну вот так вот да вы видите что там в принципе не очень много ваты но вату можно чуть-чуть ваты можно и добавить как говорится дополнительно то есть сворачиваем из ваты шарик небольшой и засовывал пихаем его как в один край так и в другой край вот этих вот канавок где у нас должен лежать фитиль вот я засунул сейчас я покажу как это должно быть то есть вот смотрите у нас напротив канавок вот здесь вот здесь вот вата и вот здесь вот вата в таких углублениях лежит вата чем хороша что дополнительная вата которая суется она скажем так тоже вата далее проверяем на наличие того что бы фитиль лежал ровно вот вот он вот я выправил вот он лежит теперь ровно далее берем жижу и капаем ее на фитиль ну капель я думаю 5-6 не более чтоб просто смочить вату проверяем будет ли работать да то есть вообще будет пар не будет пара пар есть значит все нормально по электрической части у нас вполне заказ берем закручиваем колокол на место вот и собственно говоря протираем от рук вот эту вот всю часть чтобы не было жира ничего лишних вкусов нам не нужно теперь давайте попробуем заправить это дело через верх через верх вот то есть так как она будет лучше всего вот при разборке вот в рокетах так далее вот это вот силиконовое колечко она вечно выпрыгивает куда не надо вот его ставите на место прикручиваете к телу к боку к боку теперь аккуратно 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 нужно взять два квадратных сантиметров целлофана тонкого вот если вы пойдете в ближайший ашан то возле овощей и фруктов вот такие пакетики лежат тонкие вот возьмите себе и отрежьте два квадратных сантиметра кладете это дело на бак вот так вот и сверху приворачиваете дриптип таким образом у нас получается что вот этот вот стакан он снизу блокирован целлофаном то есть жижа уже отсюда не вытечет никуда и далее совершенно аккуратно наливаем жижу пока не закроется стекло уровень вот все даже чуть-чуть еще можно добавить вот налили жижу далее смотрим аккуратно не сместилась ли у нас резиночка и аккуратно аккуратно тело начинаем приворачивать вот вот если видите несколько капель конечно просочилась по резьбе их убираем салфеточкой вообще скажу что салфеточки это незаменимая вещь то есть поскольку она одноразовая соответственно она всегда чистая грязная вы выкидываете вот кстати говоря смотрим много ли у нас есть пузырек да я чуть не долил но в идеале пузырька быть не должно вот далее берем выворачиваем пакет и сливаем часть жижи которая там у нас осталось то есть на несколько секунд переворачиваем туда должна вся жижа стечь ну видим что не особо тут она течет вот здесь вот еще может быть вода ее собственно говоря той же салфеткой лучше всего промокнуть промокнули салфеткой все видим тут у нас ничего нет закручиваем дриптип на место скручиваемся протираем еще раз на сухо чтобы какие то остатки жижи не были наружи вот у нас все прекрасно завернуто все протерто аккуратно салфеточками вот у нас получил заправленный бак в принципе ну небольшой пузырек но в идеале его быть вообще можно вообще и без него заправлять ну и собственно говоря проверяем как оно не хлюпает не хлюпает вкус нормальный ну в общем то как то так если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был Дед Мазай всего хорошего